Всем привет! Распаковка Samsung Galaxy S9. Пользовался я до этого таким вот iPhone 5s. Ну и посмотрим, что здесь да как. Уже, естественно, я устройство открыл. Вот такая вот коробочка. Устройство уже открыто было, проверено как надо. Взят был мной телефон не Rostest, потому что я не настолько богат, чтобы покупать Rostest. И смысла переплачивать не вижу. Здесь сверху... Ну, тут, естественно, была пломба на коробке. Здесь сверху вот такая вот коробочка. Коробочка QuickStart. Инструкция, естественно, я ее читать не буду. Смысла никакого нету. Дальше у нас в коробке вот такая вот вилка, потому что телефон не Rostest, не наш. То есть, пользоваться через переходник. Но я буду заряжать вообще совершенно другим зарядным устройством, потому что они у меня есть. Множество зарядных устройств. Естественно, вот такой вот адаптер Samsung для того, чтобы можно это все дело использовать было как... Ну, я так понимаю, это USB-хост. То есть, вставляем телефон, сюда можно подрубать флешки и что-то подобное. Далее, вот здесь вот у нас в комплекте идут с этим телефоном наушники. Наушники AKG. В комплекте идут различные проставки. Я, естественно, поставлю себе побольше. Также в комплекте идет вот такой вот кабель. На Type-C. Все, в коробке больше ничего нету. Переходим к самому телефону. Вот он рядом с iPhone. Сейчас мы снимем оставшиеся пленки. Так, с экрана тоже наклейку отклеиваем. Я вот этим телефоном пользовался вообще без всяких наклеек. Ну, так в бампере таскал, потому что в агрессивной среде часто использую. Ну, пока что ничего особого сказать не могу. Потому что ничего не настроил. По размерам экрана вот так. Так, давайте сравним родной штатный кабель с кабелем от компании BlitzWolf. Кабель от компании BlitzWolf имеет длину 90 см. И вот пошла быстрая зарядка. В данном случае она идет 8,87 Вольта. 1,15-1,2 А. Это кабель BlitzWolf эталонный, метр 10, имеет родной кабель. Втыкается чуть пожестче. Смотрим. 1,13-1,14. Так, это у нас было зарядное устройство от фирмы BlitzWolf. Сейчас мы посмотрим родное, которое через вот такой переходник, к сожалению, у меня. Потому что я купил телефон дешево. Подсоединяем. Подсоединяется сбоку. 8,9 Вольта, 1,13. По-моему, чуть-чуть напряжение было у такого вот блока BlitzWolf на порту QuickCharge 3.0 чуть-чуть получше. Но в целом так показатель такой же. Соответственно, SIM-1 устанавливается сюда. Карта устанавливается сюда. Сейчас я возьму какую-нибудь карту для теста проверить. Вот зашел на карту памяти, у меня есть камеры, поэтому я как раз... Кстати, здесь видосы есть открыть с помощью видео. Я снимал видос там про какое-то приложение на старый iPhone. Ну, все работает. Окей, стереодинамики тоже работают. Все шикарно. Я хочу обратить ваше внимание на то, что здесь мерцание экрана при слабой яркости. То есть, смотрите. Увеличиваем яркость. Естественно, никакого мерцания нет. Тут что не делай. Так, что не делай с яркостью. Вот, минимальная яркость. Никакого мерцания. Увеличиваем. Естественно, тоже. Супер. Здесь же у нас мерцание видно... Естественно, глазами ни черта не видно. Это видно только на камеру. Если у вас тоже такой телефон, вы, может, на своей камере не будете это замечать. Давайте ради смеха сделаем следующее. Камера телефона увидит это мерцание или нет? Запускаю камеру на телефоне. Камера телефона это мерцание не видит. Давайте наоборот попробуем сделать. На этом телефоне попробуем ловить мерцание. Нет, сбиение, если есть, то самое минимальное. Вот в камеру айфона я этой пульсации не вижу. То есть, это только на моей камере с той частотой, какая она сейчас снимает. Ну что ж, прошло две недели. И сейчас такие свежие впечатления от пользования Samsung, от пользования Android после iOS, от пользования другим телефоном. Потому что через год это все уже замылиться. И я уже не смогу сказать то, что я сейчас скажу. В-первых, наушники. Наушники вот эти мне намного больше нравятся, как они сидят в ушах, чем вот эти вот Samsung. Они Samsung все время у меня из ушей вываливаются. Мне это не нравится. Звук у них, конечно, громче. Мощнее хреначат. Как затычки они лучше работают. Как затычки для ушей. Но по форме, потому как сидят в ушах, мне нравятся больше наушники от фирмы Apple. Также по кабелю. Так, здесь у меня резинка защитная. Вот этот кабель, он уже вот здесь вот начал как-то лохматиться, перегибаться. Это мне совсем не нравится. Наушники путаются без проблем. Тканевый кабель не помогает. Вот эта хрень на наушниках выполнена гораздо более отстойно, чем вот на наушниках Apple. Так что я фанат наушников Apple. Мне они больше нравятся по подрепетическим свойствам. Но, конечно, беспроводные наушники, наверное, надо приобретать. Но пока пользуюсь проводными. Так что по наушникам Apple выигрывает. По зарядке у Samsung лучше, потому что Quick Charge зарядка Type-C, который у меня, допустим, для Powerbank. У меня тоже зарядка Type-C. Мне это очень нравится. То есть одна и та же зарядка и для телефона, и для Powerbank, например, и для многих других устройств. Через один и тот же разъем с этим Apple-овским разъемом Lighting все время переходники нужны и так далее. Это мне больше нравится. Значит, длина кабеля у Samsung больше метра. У iPhone метр. Это не совсем корректно сравнивать со старым iPhone. Но что есть в наличии, то имею. Длина кабеля у Samsung удобнее. Мне хватает до кровати. Супер. Дальше. Заряд. Заряда хватает примерно столько же, сколько и вот этого телефона. То есть если начинать день с просмотра YouTube и слушания музыки в динамиках часа так на два, то не хватает на целый день. Давайте какую-нибудь другую фоточку посмотрим, чтобы подинамичнее было. Значит, телефон чудесный проявляет по долгой вероятности. День меньше, если сидеть в интернете, слушать видосы, смотреть... слушать музыку, смотреть видосы. Так, динамик. Динамик супер. То есть стереодинамик. Звук идет и отсюда, и вот отсюда. Это очень круто. Мне очень нравится, как играет музыка на этом телефоне. Телефон, вот этот вот, допустим, имеет возможность перенастроить кнопку. Допустим, у меня вот эта кнопка настроена на то, чтобы включать фонарик. Кнопка Bixby. То есть мы ее зажимаем, у нас включается фонарик. Она включается, даже если экран выключен. Зажимаем, она отключается. Также если экран включен. То есть хоп. И зажимаем, включается. Зажимаем, выключается. одинарный тап, допустим, назад у меня здесь сделан вот, то есть тут есть всякие фишечки, можно что-то подобное настроить на кнопки дальше, по корпусу он стеклянный, стеклянная задняя крышка поэтому у меня надет чехол, минусы чехла то, что вот здесь вот, видите, пузырится пленка потому что на нее давит чехол то есть чехол, вот мы нажимаем чехол оттопыривается, это чушь такого не должно быть, ну так как экран закругленный, я не знаю, что будет, когда я наклею бронестекло, это просто временная пленка видите, она вот от нажатий чехла силиконового сюда, она отклеивается это жестко от экрана какого-то вау-эффекта не было, был вау-эффект от его размера но не от количества точек на дюйм или от какой-то офигенной цветопередачи да, вот здесь вот есть фишечка например, always on display, то есть всегда здесь, допустим, горит время и уведомления, всегда на экране даже когда он выключен, слышал мнение что от этого экрана выцветает и все такое, но мне кажется ну зато красиво выцветает, но зато красиво и функционально может быть на айфоне тоже прекрасный экран, даже вот на такой пятерке и поэтому какой-то особого шика вот этого суперэкрана от Samsung я не увидел, если честно офигел от размера офигел от того, как быстро открываются все приложения но не от качества картинки оно отлично, но вау-эффекта нету, мне кажется, айфон тоже неплохо вот это даже старенький по разблокировке телефона отмечу, что вот на этом телефоне разблокировка по сенсору отпечатков пальцев, которые находятся в механической кнопке вот здесь вот она механическая то есть ее нажимает, он глючит он глючит нереально и срабатывает раз на десятый и то если тщательно я вот сейчас протру сенсор я вот его протер, заблокировал телефон прикладываю свой палец нажимаю и разблокировка произошла. Это происходит только на пятый раз и то его нужно тщательно протирать я думаю, и мы сошлись во мнении с товарищами, что это потому, что кнопка механическая и там шлейф разбалтывается на Samsung разблокировка осуществляется даже если он заблокирован, просто палец ставим вот сюда и телефон разблокирован также есть разблокировка по лицу но я выключу свет, чтобы он не светил в камеру и сейчас вам покажу скорость ее срабатывания блокирую телефон мое лицо напротив телефона нажимаю на центральную фигню вот он разблокировался долго давайте попробуем быстрее все равно долго иногда быстрее, иногда дольше это может побешивать то есть не так уж это и быстро происходит это происходит быстро, но на мой взгляд должно быть еще быстрее как это работает то есть имеется вот здесь вот разблокировка и по форме лица и по радужке глаза что быстрее сработает от того он и разблокируется кстати, отмечу по глюкам пока что особо глюков не было но говорят на Android в отличие от iOS глюки накапливаются и через год мне придется чистить систему делать сброс системы и ставить все заново потому что накопятся какие-то глюки возможно вы часто встречали отзывы что телефоны на Android глючат лагают и нужно каждый год делать полный сброс я предполагаю что это связано с тем так как я не был полным владельцем телефона на Android в течение длительного времени я предполагаю что это связано с тем то что железо на недорогих бюджетных моделях до 10 тысяч которых очень много на руках у населения оно недостаточно мощное и не тянет если пользователь там применил руки шаловливые что-то там перенастроил много всего поудалял много всего понаставил конечно у него телефон будет подглючивать потому что ну железо недорогое система открытая не закрытая как на айфоне где сложно что-то испортить а открытое да телефон будет подглючивать надеюсь на флагмане на таком этого допустим не произойдет скорее всего потому что железо неплохое несмотря на то что здесь процессор Exynos а не Snapdragon если есть кстати возможно берите естественно на Snapdragon я надеюсь на флагмане такого не будет и через год мне не придется делать полный сброс системы из-за того что у меня что-то будет лагать но поживем увидим так сказать пока что я предполагаю что на флагманах ничего глючить не должно потому что это ну хорошее железо и я надеюсь что я не совсем рукожоп и смогу настроить ну не испорчу систему то есть например на таком телефоне на WinMobile я настроил систему и несколько лет пользовался стабильно было супер но вначале пришлось повозиться несколько пришлось полных сбросов делать и так далее ну и так же допустим с WinDo WinDo нормально настроишь она будет годами работать и вас радовать а если настроил ненормально у вас там слабый компьютер и какой-то пользователь неопытный то придется каждые полгода WinDo переставлять или чаще так же надеюсь и будет с вот этим телефончиком так теперь по системе давайте пройдемся здесь несмотря на то что это Android полных прав в системе все равно у вас нет нужно делать root root это права администратора разлочка телефона то же самое что jailbreak на iOS но если мы сделаем root здесь что у нас случится у нас насколько прямая гарантия прекращается у меня телефон серый все равно мне как-то не очень это важно я думаю буду надеяться что не сломается про root права root права на Samsung на этом во-первых у вас не будет работать Samsung Pay это первое и во-вторых может быть проблемы с гарантией Samsung Pay почему не будет работать потому что Samsung считает что у вас будет телефон недостаточно защищенный если у вас будет root права Samsung Pay у вас пахать не будет это может быть минусом для кого-то кто хочет платить с телефона это прикольная функция вот но я конечно для чего бы я хотел сделать root чтобы был у меня допустим нормальный черный список запись на диктофон при разговоре которая здесь запрещена Samsung у меня чтобы было выпиливание все рекламы это всюду и так далее для этого нужно root права может быть я сделаю может быть нет на айфоне у вас такого не будет то есть современные айфоны к ним джелбрейка нету насколько я понимаю к восьмому десятому айфону точнее к iOS современной нету джелбрейка разлочка на Samsung это возможно и это уже радует то есть выгодное отличие допустим этого десятого айфона то что на десятом айфоне ты джелбрейк не сделаешь а тут пожалуйста можно сделать разлочку и будет какая-то полная кастомизация дальше по умолчанию и приложения идущие вот на этом телефоне полная хрень по сравнению с айфоном то есть у айфонов все красиво все для людей все правильно звонилка хорошая смски правильные заметки удобные будильники тоже кайфовые блин погода встроенная супер то есть на андроиде все убого клава убогая смайлики убогие все убого на самом деле камера не такая удобная то есть на айфоне все лучше и в целом можно отметить что все приложения на айфоне сделаны лучше чем на андроиде но на андроиде просто у вас есть такие фишечки которых у вас никогда не будет на айфоне то есть ставьте любые приложения откуда хотите делайте что хотите допустим я могу посмотреть видос на ютубчике да могу выйти отсюда так вот это сделать на калькуляторе что-то посчитать параллельно брум-брум-брум-брум-брум могу короче открыть инстаграмчик полайкать там какие-нибудь постики параллельно смотреть видос на ютубе такого я не смогу сделать могу допустим открыть калькулятор могу открыть любое другое приложение но не все приложения поддерживают многооконный режим какое-то приложение могу открыть в окне параллельно смотреть что здесь параллельно читать что-то здесь и так далее то есть конечно на айфоне такого никогда в жизни не будет у вас шрифты системные конечно полная срань меню все выглядит хреново поэтому на айфоне вот берешь из коробки приятно всем пользоваться то есть айфон приятнее в использовании будет и на самом деле первое время даже жалел немножко что приобрел samsung вместо допустим 8 айфона но когда я увидел что тут возможно даже то что я вам сейчас показал я понял что не ошибся если вы человек нетребовательный у меня такие есть знакомые если вам нужно просто звонить сидеть в инстаграме и что-то несложно и вы больше ничего не хотите вы готовы покупать там платные подписки платные приложения то iphone для вас вообще без вопросов iphone прекрасный телефон будет для вас вот я даже сам бы с удовольствием пользовался если вы мне не нужны были допустим вот хочу youtube смотреть в окне если бы мне не нужен бы был нормальный черный список нормальные диктофоны все многие вещи нужно на андроиде там задрачивать что-то настраивать парить мозги на айфоне все окей из коробки все приятно все для людей все красиво поэтому есть какая-то магия apple магия айфона она существует реально она есть ну потому что приятно пользоваться да все классно выглядит но если вы требовательный человек хотите что там настроить себя то на айфоне фига на андроиде пожалуйста то есть на айфоне хрен вам они youtube в окне допустим многое другое да айфон может быть лучше фотографирует кстати мы сравнивали с более современным айфоном вот этот samsung iphone как-то он делает красиво в авторежиме то есть и фоткаешь в авторежиме айфон делает красиво этот телефон делает четкие суперские фотографии но как-то они вот слишком естественное ненатурально айфон еще даже как-то добавляет немножко и фоткает красивее поэтому если выбирать по камере я бы наверное вот я думаю iphone x лучше чем вот этот samsung с 9 вот такие вот дела и даже думаю может быть айфон восьмерка тоже лучше чем вот этот вот samsung будет фотографировать поэтому если кому-то для этого пожалуйста берите ну вот такое его дела я думаю я понастраиваю через полгода я буду в восторге от этого samsung а пока что я не в восторге только от внешнего вида системы от того что все неудобно и начиная от будильника заканчивая звонилкой встроенной и не просто но неудобно но некрасивая она некрасивая нелогичная блин и так далее но уже у меня стоит здесь две сим-карты но скоро в iphone тоже ведут две сим-карты не волнуйтесь и все таки вау инновация теперь в айфоне две сим-карты а на самсунге это уже было миллион лет вот поэтому в общем подумайте что вы хотите вы хотите приятный телефон с неплохим интерфейсом совсем плавным кайфовым но с многими ограничениями это iphone или вы хотите как бы мега всякие фишки супер кастомизацию настройку под себя то это конечно android я пока что выбрал android некое недовольство есть кривостью интерфейса и кривостью приложений вырвиглазными шрифтами и другими вещами типа убогой звонилки убогих смс ок погоды всяких менюшек и так далее но в целом в целом неплохо и дальше будет только лучше чем больше настраивать тем более классно все будет и это все чем я хотел поделиться благодарю вас за просмотр еще будет много интересного все всем пока а с прекрасная система она очень радует глаз пользователя и я даже может немножко жалею что ушел на ведроид на данный момент в этом плане все пока увидимся